Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Сегодня 27 января, декабря, на самом деле, нет декабря. Сегодня пятница, это значит, что сегодня совершенно нормальный рабочий день здесь в Италии. Сегодня я целый день убиралась, убиралась, убиралась. Я сейчас буду к парикмахеру, но у меня снова набрались лайфхаки по хозяйству, которыми я хочу поделиться со своими зрительницами, хозяйками, такими жирочительными, как и я. И первая моя находка, я удивляюсь, ни разу я ее не озвучивала на канале, а вот сегодня, я повторюсь, наводила порядок в текстиль, в полотенцах конкретно. Складывала таким образом, как однажды я заметила, складывала в магазине Фретте. В Италии название Фретте. Это магазин текстиля, магазин постельного белья, все, в общем-то, для дома, что связано с текстилем. И однажды я обратила внимание, что текстиль в этом магазине лежит на полках так же, как он лежит в моем доме. Но смотрится он совершенно иначе. Он смотрится очень аккуратно, и вообще все эти прямо-таки стопочки, полотенец, стопочки, возможно, чего-то иного, другого, смотрится прямо-таки, как, что называется, арт-объект на полке, как некая конструкция, которая украшает, может даже украсить жилье, жилище, может украшать полку даже, на которой все это находится. И я задалась вопросом, как же они складывают полотенца прежде всего. Я попыталась проделать этот трюк дома несколько раз, и никак у меня не получалось, пока однажды я не пришла в магазин и не попросила показать мне с десяток полотенец. Признаюсь, в тот день я ничего не купила, но совесть моя спокойная, я была много лет клиентом этого текстильного дома. И, в общем-то, я пришла с одной единственной целью – посмотреть, как же будут убираться эти полотенца потом снова на полке. И вот таким образом они убираются. Сложно объяснить, но, наверное, трюк, чтобы его характеризовать, заключается в том, что нам нужно оставить, что называется, некрасивой только одну сторону после того, как мы свернем наше полотенце. Но, повторюсь, таким образом можно сворачивать любой текстиль. Так можно сворачивать простыни, если они лежат у вас на каком-то открытом пространстве. Так можно сворачивать пледы. Если мы хотим положить их на край кровати, аккуратно свернутыми, либо на край дивана, либо, как в моем случае, у нас есть прикроватная скамейка, очень часто пледы аккуратно сложены и лежат там. Могу сказать, что этот способ подойдет для многих-многих вещей. И посмотрите, как просто. Мы фактически складываем полотенце таким образом, чтобы край полностью был внутри. Потом складываем пополам и получаем вот такое аккуратное полотенце. Я думаю, что для любой хозяйки теперь понятно, что на полку мы кладем таким образом, чтобы необработанный, скажем так, некрасивый, обрезной край, что называется, чтобы он смотрел как раз-таки в сторону стены. А с любой стороны, где бы мы ни посмотрели, где бы мы ни увидели вот такую стопку, мы увидим аккуратно сложенные полотенца. Вот таким образом полотенца складываются, на мой взгляд, во всех магазинах, в которых они продаются. Ну и, конечно же, я посмотрела этот трюк, как и сказала, в магазине Фредди. Второй мой трюк связан с мытьем окон, с мытьем стекол. За моей спиной прекрасная, прекрасная лестница. Очень ее люблю. Сегодня я ее мыла. И я рассказывала, что у меня есть бегунок для воды. Это такое устройство, не знаю, если смогу найти фотографию, обязательно оставлю, который имеет резинку. Я рассказывала летом, что для меня это явилось потрясающим открытием. При помощи этого бегунка окна мыть и все стеклянные поверхности очень и очень просто. Потому что достаточно просто влажной тряпкой пройтись, то есть смыть загрязнение и потом бегунком собрать излишки воды. Но свой бегунок я забыла на море. А новый так и не заказала, в надежде, что я поеду на море и заберу свой бегунок. И каждый раз я забываю его забрать. И что я хочу вам сказать, дорогие хозяйки? Когда мы моем окна, очень и очень важно, я думаю, это знают все, убирать излишки воды. Потому что именно излишки воды высыхают и оставляют нам некрасивые разводы, некрасивые полосы, которые к тому же в будущем, в ближайшем будущем еще и помутнеют. Если вы сделаете в вашей квартире сквозняк, а сегодня у нас очень тепло, сегодня у нас очень солнечно, и мне удалось сделать сквозняк в своей комнате, вы увидите, насколько легче вам будет мыть и, самое главное, потом насухо протирать стеклянные поверхности. Потому что, ну, просто часть воды будет испаряться, пока вы еще протираете. И, соответственно, ваши стекла будут прозрачными и блестящими при помощи меньшего количества усилий, которые вы приложите для того, чтобы окна и стеклянные поверхности таковыми были. Поэтому, пожалуйста, устраивайте сквозняк, ибо как минимум обеспечив приток свежего воздуха, откройте все окна. Если вы моете окна, ну, это, наверное, логично непосредственно, либо вы просто протираете зеркала, либо вы обрабатываете любую стеклянную поверхность, приток воздуха, либо сквозняк упростят вашу работу. Давно я записала видео, но видео так и не вышло, оно еще не смонтировано, где я рассказывала про свое новое открытие, про замшу для того, чтобы стекла, в моем случае это объектив, а в вашем случае это могут быть стекла тех очков для чтения, либо для солнца, который вы используете, могут оставаться при минимальных усилиях, просто-таки без развода, единого развода, если вы будете обрабатывать их кусочком замши. Здесь, конечно же, основная проблема будет найти замшу, я признаюсь. И в этом видео показывала и рассказывала, что купила искусственную замшу, прежде всего, в отделе. Все для ухода за автомобилем, там эти кусочки замши искусственные продаются, но могу сказать, что искусственная замша не идет ни в какое сравнение с натуральной замшей. Если у вас есть возможность протирать ваши очки, либо объектив камеры, как в моем случае, перчаткой, другой стороной перчатки, где сохраняется замша, если перчатка без подкладки, вы сразу оцените этот лайфхак. Если вам удастся раздобыть кусочек замши, вы забудете, что такое проблемы с зеркалами, проблемы с окнами, проблемы с любыми стеклянными поверхностями, потому что, это удивительно, но факт, я совершенно ответственно заявляю, потому что протестировала это, кусочек замши способен убрать даже следы зубной пасты на зеркале. Кусочек замши способен убрать следы от детских рук, когда ребенок, внимание, вышел из-за стола. Руки у него не жирные, но руки у него не чистые. Возможно, он ел фрукты, возможно, он ел просто хлеб, но я думаю, что любая мама себе представляет, какие отпечатки могут после этого оставаться на стеклах. Так вот, я могу вам сказать, что не обрабатывая предварительно никак стекло, стеклянную поверхность, просто потерев замши, вы получите совершенно блестящие стекла, совершенно без разводов. Признаюсь, я пока еще не поняла, какой ресурс у замши, потому что протирает такие загрязнения. Безусловно, мы понимаем, что замша тоже загрязняется, и рано или поздно она перестает давать нам тот результат, на который мы рассчитываем. Но я как мама, которая экономит время и у которой постоянно имеются отпечатки на стеклах, могу сказать, что вот уже, наверное, месяц я использую свой кусочек замши, пока его не меняла и пока он меня не подводит. То есть загрязнение, которое я стираю каким-то образом, пока еще никак не оказывает влияния на тот результат прозрачности и безразводности, который я получаю. Лайфхак, за который я чаще всего получаю благодарность и признание, который очень часто воспринимается зрителями, которые не подписаны на мой канал, не знают его предысторию, концепцию, которые очень часто воспринимаются как нечто странное, и многие спрашивают, зачем вообще она это делает. Это, конечно же, лайфхак о том, чтобы ненужный крем, либо кондиционер для волос, но здесь подойдет все-таки лучший нам нежирный крем, который предназначен для тела очень часто, который предназначен для лица очень часто, заявлен как увлажняющий. Нам не понравился запах, нам вообще не понравилась консистенция, не понравился, возможно, производитель, потому что тот, кто дарил нам, не знает, что мы предпочитаем другого производителя в том, что касается уходовой косметики. Всю эту уходовую косметику можно использовать прежде всего на сантехнике. Какой сантехнике? На любой сантехнике. Это прежде всего раковин, это также унитазы, это также все поверхности из пластмассы, это также блестящие хромированные поверхности, либо хромированные поверхности матовые. На всем, на этом прекрасно работает ненужный-ненужный крем. Я также показывала в одном из видео, что кондиционер для волос, либо ненужный крем, обильно нанесенный на душевую лейку, позволяет тому известковому налету, который накапливается в резиновых головках, через которые распределяется вода, просто-напросто горошины, горошины известкового налета, они вылетают из этих резинок. Поэтому, если у вас существует такая проблема, и резиновая лейка, точнее, лейка, конечно же, не резиновая, а вот эта часть, которая очень часто и накапливается, известковый налет, она состоит из резины. Если она у вас, вы видите, забилась, потому что, ну, можно определить это потому, как вытекает вода из душа, просто нанесите достаточное количество крема, либо кондиционера для волос, а потом просто механически вот таким образом слегка-слегка поддеть, вы увидите, что весь известковый налет у вас удалится без труда. Я знаю, есть такой лайфхак, я его пробовала, взять пакет воды и замочить лейку, допустим, в уксусе. Лейфхак тоже достаточно рабочий, но, поверьте мне, менее трудоемкий тот способ, который я только что озвучила. И последний мой лайфхак, который также снискал признание зрительниц, которые давно на моем канале, которые прежде всего рискнули его попробовать, это, конечно же, стирка самых обычных вещей, даже вот таких кашемировых, стопроцентный кашемир купила себе на рынке, самым обычным средством для мытья посуды. Логика моя была очень-очень простой, когда я первый раз проэкспериментировала. Я подумала, что если на детской одежде основная часть загрязнения – это, конечно же, еда, причем очень часто это жирная еда, то я подумала, что, в общем-то, средство для мытья посуды будет неплохо уж как минимум отстирывать. Второе мое предположение и вторая моя логическая цепочка была также очень проста. Я подумала, что то, что мы применяем непосредственно для вещей, которые потом будут иметь контакт с нашей едой, и каким-то образом частицы этого средства все-таки будут попадать, возможно, нам внутрь, если мы не будем тщательно споласкивать в данном случае нашу посуду, я подумала, что все это все-таки, наверное, более безопасно, если количество в данном случае средств для мытья посуды будет оставаться, не прополаскиваться, не выполаскиваться с одежды детской, допустим, с постельного белья и вообще с любых вещей, которые мы стираем, которые имеют непосредственно контакт с нашей кожей. Мы понимаем, что в основном все вещи, 80%, а то и 90% вещей, которые мы стираем, это все-таки вещи, которые непосредственно касаются нашей кожи. Я подумала, что все-таки это будет не так вредоносно, как те средства, которые более агрессивны, которые зачастую предназначены не выстироваться, не вымываться. Например, средства, которые дают нам оптическую белизну вещей, мы прекрасно знаем, что это гранулы, которые остаются, которые преломляют определенный свет, и поэтому белые вещи нам кажутся более белыми. Я подумала, что все это, в общем-то, будет несколько безопасно. Действительно, так оно и случилось. Очень многие зрительницы мне пишут, за что им большое спасибо. Мне, во-первых, очень приятно, но и также эта информация может послужить и быть полезной для других зрителей моего канала, либо зашедших на тот или иной ролик. Одна зрительница, например, мне написала, что ее дети перестали чихать ночью, как чихали мои дети ночью, когда она перестала стирать самым обычным стиральным порошком и перешла на средства для мытья посуды. И сразу могу сказать, что если вдруг вы переборщили по незнанию со средством для мытья посуды, видео про стирку средств для мытья посуды отдельно есть в плейлисте «Уход» и, точнее, не «Уход», «Уборка», то, соответственно, добавьте небольшое количество либо эфирного масла, оно всегда. У меня есть масло чайного дерева, я всегда его добавляю при стирке, либо часто добавляю при стирке, потому что масло чайного дерева предотвращает неприятные запахи, прежде всего, потому что предотвращает образование плесени. Вы увидите, что масло очень быстро, буквально несколько капель быстро и легко гасит любое пенообразование. Но другая зрительница написала мне, что и также небольшое количество уксуса, которое тоже всегда желательно добавлять, прежде всего, на стадии полоскания белья, тоже убирает пенообразование очень легко и быстро. Поэтому вот такие лайфхаки на сегодня. Надеюсь, что они будут вам полезны. Я же на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. И побежала я, в общем-то, в парикмахерскую.